Боль в желудке, груди, проблемы с печенью, головокружение – это самые частые жалобы самарцев в кабинете терапевта после новогодних праздников. Неважное самочувствие в этот период нельзя списать на одну только хандру. Резкая смена деятельности и режима дня – это реальный стресс для организма. Поэтому медики советуют в первую рабочую неделю не перенапрягаться, а выходные и вовсе полностью посвятить отдыху. На первые выходные после этой рабочей недели, тяжелой для всех рабочей недели, нужно запланировать отдых. Ни в коем случае в эти выходные не набирать себе какие-то накопившиеся дела, чтобы их доделать. Отложите это на вторую рабочую неделю, а в первые выходные запланируйте отдых, безалкогольный отдых. Сохранить бодрость и хорошее самочувствие на весь день помогут теплая вода с лимоном или компот из сухофруктов. Не лишними будут травяные чаи, но их лучше пить на ночь. А вот от кофе лучше пока отказаться. Засыпать необходимо до 23.00. В борьбе с бессонницей помогут теплая вода с ложкой меда и ванна с лавандой. От силовых упражнений пока стоит воздержаться. Лучше выбрать йогу или, к примеру, пилатес. Через телесные ощущения часто с нами может говорить подсознание, уверены психологи. Такое явление в медицинской психологии называют психосоматикой. Поиск себя самого и смысл своего существования, как поиск экзистенциального смысла, он у всех у нас есть. Чем раньше мы его найдем, тем у нас меньше будет таких ситуаций, когда нам будет после каникул казаться, что жизнь закончилась. Нет, она не закончилась, она идет, она двигается, и ты в воодушевлении, если оно у тебя есть, если нашел ты этот смысл жизни, он всегда будет, и ты не будешь уставать. Работа – это другой стиль своего поведения, другие отношения. И отдых – это смена деятельности. И поэтому сегодня мы отдыхаем на работе от того обилия информации и застолья, которые мы получаем в рождественские каникулы. Если не изнурять себя большими нагрузками и жесткими диетами в первую рабочую неделю, то спустя 7-10 дней самочувствие должно прийти в норму.